Приветствую вас! И, вы знаете, Надежда, вот Лидия сказала, что это медицинский диагноз, который ставится врачом на очном приеме и, значит, склоняюсь к тому, чтобы согласиться с ней, а я все же делаю замечание относительно того, что невроз проявляется при наличии длительных внутренних конфликтов, при серьезном эмоциональном и умственном напряжении и невозможности собственными силами человека. Этот конфликт и, ну, давайте используем такое собирательное понятие, раздражающий фактор. Этот раздражающий фактор устранить. Вот данный элемент в вашей жизни постоянно оказывает давление на ваше психическое состояние, на ваше чувственное состояние и, как следствие, на физическое состояние. То есть, первое, психика, потом чувства, потом, собственно говоря, физическое состояние. И избавление от невроза с психологической стороны, это означает разрешение конфликта, анализ вашей ситуации в целом, выявление проблемных элементов, понимание, почему вы оказались в этой ситуации, понимание причины следственных связей между различными элементами и заставляющими этой ситуации, и формирование позитивного, адекватного отношения к проблемам, и одновременно, как следствие, как реакция, формирование стратегии поведения по решению этой проблемы, либо по уменьшению настолько, насколько это возможно, ее негативного влияния на вас. Вот именно так, с точки зрения психологии, можно избавиться от невроза. Но, поскольку невроз бывает разным, то, если вы считаете, что вот с психологом может вам проработать проблемы, проработать причины, и устранив их, вам будет реально легче, то тогда, безусловно, вы можете, вы можете, и вам нужно посмотреть профиль экспертов, выбрать понравившегося вам, и начать с ним работу по, собственно говоря, тем направлениям, которые я вам описал. Потому что до тех пор, пока конфликтные элементы в вашей жизни, значит, объекты напряжения и само напряжение не будут устранены, не будут сняты, не будут разрешены, то симптомы невроза, в частности, это вот состояние, которое у вас наблюдается на данный момент, будет сохраняться. И даже если вы будете проходить соответствующую процедуру лечения в клинике по назначению врача, то при наличии этих ситуаций лечение не будет столь эффективным, потому что, как вы, наверное, понимаете, корень проблемы сохранится, он никуда не исчезнет. И в результате этого у вас, ну, максимум, что будет, это только лишь, вот, так сказать, снижение негативных симптомов, но само состояние в целом, оно останется в статусе. И поэтому выход из вашей ситуации только тот, который я назвал. То есть, в идеале, это комплекс подходов, комплексный подход, значит, как лечение, назначенное врачом, предварительная постановка диагноза, так и, значит, работа с психологической стороной, анализ конфликтов, устранение их, проработка и так далее. А если у вас вот это состояние невротическое образовалось в результате вашего отношения к какой-то ситуации, вашей неуверенности в себе, например, там, занежность на массы и так далее, то это имеет место быть комплекс. И комплекс также нужно устранять, убирать, потому что он мешает вам адекватно воспринимать ситуацию. И тонкость, особенность комплекса в том, что он запускается, как бы вступает в действие, тогда, когда вы на своем жизненном пути снижаете хоть какой-то элемент той ситуации, которая когда-то вызвала у вас сильное эмоциональное переживание. И снация комплекса, избавление от него заключается в том, чтобы вот эту первичную, изначальную ситуацию отыскать и разрушить ее, чтобы вы перестали видеть данную ситуацию как единое целое и начали видеть ее элементы и осознали бы, что причинно-следственных связей между ее элементами нет, и они являются только благодаря вашему чувственному переживанию. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...